Заместитель председателя Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга Владимир Тарасович Гайдель. Заместитель Кавлович Гайдель. Заместитель Кавлович Гайдель. Исполняется 85 лет с момента образования нашего университета. Университет был образован в 1932 году с нескромным лозунгом «Военмех лучше всех». Это был не лозунг, это была директива Коммунистической партии Советского Союза, существовавшая в то время, которое приписывалось в течение двух лет, собрав лучших преподавателей, лучших студентов, лучших работников промышленности, подготовить лучшие кадры инженерные для оборонно-промышленного комплекса. Были собраны лучшие преподаватели, лучшие сотрудники, студенты были собраны в то сложное время из техникумов, учащиеся техникумом были собраны и через год выпущены первые выпускники «Военмеха». Впоследствии работы «Военмех» превратился в ВУЗ, который занимается вопросами комплексной безопасности. «Военмех» относится к числу ВУЗ, имеющих самый высокий в России, в Советском Союзе рейтинг успешности выпускников. «Военмех» подготовил практически всех генеральных конструкторов, артиллерийских систем, ракетного оружия, подводных комплексов, миноторбетного оружия. «Военмех» подготовил замечательных космонавтов Гречко и Сергея Константиновича Грегалева. «Военмех» подготовил председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарюшкина. «Военмех» и работал Борис Вячеславович Брызлов. «Военмех» практически во всех сферах, где работают наши выпускники, им присутствует успех. Среди выпускников большое количество руководителей промышленности, министров, руководителей государственных корпораций. Николай Алексеевич Кистоедов руководит ИСС Решетневый. Под ним был фильм практически 70% всех группировок, спутников выпускники «Военмеха» создают. В том числе конструктора концерта «Алмаз Антей», который запускал «Калибр» и все ракетные системы. Долгое время поздравлял Владислав Менчиков. Поэтому выпускники «Военмеха» успешны во всех сферах. И в том числе и в экономической сфере, в сфере информационных технологий. Очень много выпускников «Военмеха» работает на достаточно серьезных работах. Среди выпускников «Военмеха», например, есть вице-президент ВТВ «Банка» Василий Китов, первый вице-президент, руководители финансовых структур. Пять ректоров УЗО в Санкт-Петербурге выпускники «Военмеха», включая ректора Финека, ректора Университета гражданской авиации. И вот эта успешность выпускников «Военмеха», она, в общем, связана с очень жесткой системой образования. «Военмеха» находится, наверное, в первых номерах, как я вам говорил, по успешности выпускников, но, наверное, находится в самом черном списке по количеству отчислений. «Военмехе» всегда очень тяжело учиться. Поэтому, вступая в ряды военмеховцев, я вам все-таки хочу обратить ваше внимание, что учиться военмехе очень трудно. Образование «Военмеха» всегда относилось к образованию достаточно серьезному, фундаментальному. Большое внимание уделяем фундаментальной подготовке, развитию наук и практикам в различных структурах и предприятиях. Поэтому военмехе учиться тяжело, и вы настраиваетесь, что ваш путь к успеху будет нелюстим. Второй момент, связанный с «Военмехом», «Военмехе» огромное внимание мы уделяем военно-патриотическому и любому воспитанию, физическому воспитанию. «Военмех» готовит лидеров. Мы занимаемся различными, у нас очень большое количество кружков, огромное количество различных секций и культурных, и воспитательных, и спортивных, и научно-технических секций, студенческое конструкторское бюро. И все мы прекрасно понимаем, что современное образование тесно связано с воспитанием и тесно связано с организацией и развитием личности. Поэтому все эти три аспекта в моем месте присутствуют, мы уделяем большое внимание. Поэтому помимо внимательного отношения к учебе, на что я вас настраиваю, вы должны понимать, что активность должна ваша быть и в общественной сфере, и в сфере науки, и в спортивной сфере, и во всех остальных сферах деятельности. То есть обучение в «Военмехе» многократное. Я желаю успехов в обучении, еще раз поздравляю с первым сентября, и очень рад, что вы пришли к нам в ВУЗ, и я надеюсь, будете прославлять наш ВУЗ своими успехами при его окончании. Спасибо.